Вы знаете, что вообще алкоголизм как заболевание рассматривалось всего 200 лет, чуть больше 200 лет. В 1804 году Томас Крабах впервые описал заполненную форму пьянства и алкоголизм признали заболеванием. А до этого этот порог рассматривали только с морально-нравственной позиции. То есть это не было заболеванием как таковым. Но в последнее время мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой в масштабах страны, как вы знаете. Русский народ употребляет алкоголь неумеренно, в неумеренных количествах. Многие другие народы тоже употребляют алкоголь, но почему-то проблема так не стоит и не способствует такому вымиранию населения. Почему? Я сегодня попытаюсь на эту тему мы с вами немного поговорить. Но прежде всего рассмотрим вообще, что такое, посмотрим с психологических позиций, что же такое неумеренное потребление алкоголя, что же такое алкоголизм. Ну, поскольку мы с вами здесь не все врачи, да, или большинство не врачи, да, поэтому я буду говорить так, чтобы всем было все понятно, да. Ну, вообще, у алкоголя огромное количество положительных эффектов. Вы это знаете, да? Нет. Алкоголь – это лучший адаптоген, лучший эйфоризатор, то есть средство, которое повышает настроение. Это антистрессор. Он обладает релаксирующими свойствами, то есть расслабляет, да. Он обладает прекрасными коммуникацирующими свойствами, то есть облегчает общение между собой, людей, да. Это ловец свободных радикалов, если понятно, о чем я говорю. Понятно, да? Ловец свободных радикалов. Это стабилизатор биоритмов. Если вы перелет совершаете с пересечением часовых поясов, вам трудно адаптироваться, то алкоголь стабилизирует ваши биоритмы. Можно еще находить полезные эффекты алкоголя. И именно из-за этих полезных эффектов алкоголя человек его и употребляет. Еще объясню причину употребления алкоголя. В обществе существуют запреты на некоторые виды естественных проявлений животной природы человека. Например, секс, агрессивность повышенная, да. Страсть к приобретению, коллекционированию, забиранию чего-то, отбиранию, да. Это такие животные инстинкты, которыми человеку зачастую трудно бороться. Но бороться необходимо, поскольку это не нормативно в обществе. Например, Майкл Тайсон и братья Кличко на ринге, которые дерутся, приносят телесные повреждения на носик, сотрясение мозга и так далее. Это допустимо, да. Тот же Майкл Тайсон или братья Кличко на улице недопустимо. В тюрьму сразу пойдет такой человек, да. Сексуальные импульсы, немотивированные сексуальные импульсы, да. Тоже недопустимо, когда человек начнет реализовывать свои сексуальные потребности. Страх иметь у себя какие-то красивые предметы там, или страсти. Так вот, и в обществе существуют каналы для сброса вот этих вот ненормативных, агрессивных и прочих тенденций. Какие это? Например, танцы прекрасно снимают, танцы снимают сексуальную активность, да, снимают вот эту вот потребность в сексе. Спорт снимает агрессию, спортивная, повышенная агрессивность, спорт. Это физиологические обоснования. Коллекционирование, да, вот коллекционирование чего-то, вот снимает страсть к обладанию. Тревожность прекрасно снимается с помощью телевидения. Мы смотрим телевизор, мы идем в театр, мы слушаем музыку, снимаем свою тревожность. Да, то есть вот психоэмоциональное напряжение какое-то. То есть есть нормативные каналы для сброса ненормативных импульсов. Но лучше всего со всеми этими ненормативными импульсами борется алкоголь. Лучше всего алкоголь снимает любые стремления, даже часто, зачастую подсознательные, которые человек в реальной жизни реализовать не может. А поскольку это подсознательное стремление, то он и объяснить-то зачастую не может, почему ему так сильно тянет выпить. Вот, вы все видели алкоголиков? У каждого в семье или у соседей, или в ближайшем окружении каком-то, вы видели людей, которые постоянно стремятся к алкоголизации. Это либо алкоголизация на уровне бытового объявства, либо на уровне зависимости от алкоголя. Разное, абсолютно все. Никто мне сейчас не найдется. Человек, который скажет, что он не видел алкоголика, не общался с ним и не сталкивался с ним чуть ли не в повседневной жизни. Таких людей в России нет. Потому что, по статистическим данным, 95% систематически употребляют алкоголь. Систематически, в той или иной дозе, но употребляют алкоголь. 95% несомненно. Систематически и в повышенных дозах употребляют алкоголь в России 25% населения. Ну, конечно, это определенные слои населения. То есть, среди учителей и врачей таких меньше, скажем, да, среди интеллигенции поменьше, среди рабочего класса побольше и так далее. Но в среднем 25%. Каждый четвертый неумеренно. То есть, больше, чем необходимо, употребляют алкоголь. Что значит больше, чем необходимо? Алкоголь – нормальный метаболит человеческого организма. В принципе, печень наша может с ним хорошо бороться. В умеренных дозах. Положительный эффект алкоголя я вам перечислила. Так? Что человек зачастую попадает в такие ситуации, с которыми справиться, выжить, сохранить свое здоровье, сохранить свое самоуважение. Помогает ему алкоголь. Следует, но он употребляет его. Если мы исторического аспекта коснемся попозже, мы поймем, что он вообще необходим. Но где-то грани между нормативным потреблением и опасным для здоровья. Где-то грани, после которой употребление безобидного метаболита этанола, нормального метаболита человеческого организма, эндогенного этанола, становится уже опасным для здоровья. Мы эту грань провести не можем. Сами почувствовать эту грань мы не можем. Следовательно, мы зачастую перебираем в употреблении алкоголя. К чему это приводит? Это приводит к соматическим эффектам этанола. К повреждению соматических органов и систем алкоголем. Какие органы повреждаются? Я сейчас не говорю про алкоголиков. Я говорю про людей, которые потребляют алкоголь немного больше, чем надо. Когда мы изучаем мотивации потребления алкоголя, специально разработанными методиками, мотивации потребляют, мы выявляем, что самая большая мотивация, самая распространенная мотивация, это социально-детерминированное. Это употребление алкоголя в связи с праздниками, днями рождения, поминки, покороны, свадьбы, ну и так далее. Сами можете перечислить. Огромное количество причин социально-детерминированных для употребления. Когда положено употребление, ну все употребляют, ну и все вот мы употребляем. Мы не можем с этим бороться, мы не можем. Это традиция такая, это привычка такая, которая ограничивает наши возможности. Другие мотивации, они уже, если хотите, я вам их перечислю, да, которые тоже могут приводить к неумеренному употреблению. Это мотивация, связанная с так называемой атороктической мотивацией, да, мотивация, связанная с повышенным эмоциональным напряжением, когда нужно снять эмоциональное напряжение. Вы сразу же догадались, кто будет эту мотивацию использовать чаще. Люди, у которых напряженный труд, эмоционально чаще напряженный труд. А какой эмоционально напряженный труд? Ну, вот у нас в повседневной жизни, у кого больше, чем самый напряженный эмоциональный труд? У водителей транспорта. Ну, я не говорю сейчас бизнесмену, это малый процент, да, водителей все-таки побольше. Вот шофер, который крутит баранку весь день, который, кто-то привергает дорогу, там, светофор и так далее, успеть надо. Вот оно, эмоциональное напряжение. Вот это эмоциональное напряжение вызывает стремление к его снятию, естественно. Что легче всего снимает напряжение? Алкоголь. Можно найти другие способы, но мы про них сейчас говорить не будем. Алкоголь, он всегда доступен, он нормативно разрешен, он продается в каждом магазине и никто не порицает. Сегодня снял напряжение, завтра, в пятницу это просто, он обязан снять напряжение, да? Шофера называют не пятница, а тяпница, да? Вот, и, понимаете, а в итоге-то происходит что? Вот идет вот такая метаболическая нагрузка на органы и системы. Первая система, которая поражается алкоголем, это желудочно-кишечный тракт. Поражаются все органы, все части желудочно-кишечного тракта алкоголя. Начиная с лизистой полости рта, продолжая с лизистой желудоком. Очень сильно поражается поджелудочная железа. Панкреатиты. 90% панкреатитов связаны с неумеренным потреблением алкоголя. Тяжелое заболевание, панкреатит. И, наконец, печень. 85% этанола метаболизируется непосредственно в печени. Небольшая часть выделяется с легкими, да? Вот на этом основаны пробы по определению концентрации алкоголя. Но в основном, конечно, весь удар берет на себя печень. Какие последствия для печени? Алкогольный гепатит. Цирроз печени. Алкогольный гепатит. Люди, у которых развился алкогольный гепатит только в 70%, доживают до 50 лет. Кто-нибудь знает пожилого алкоголика, старого алкоголика? 72, знаю. Он именно алкоголик, да? Именно психическое и физическое зависит. Такого не хочу, сосед рядом. Хорошо. Редко, когда они доживают до 50 лет алкогольки. Чаще всего они умирают, конечно же, от поражения печени. Поражения печени. И вот мы сейчас снова с вами вспоминаем про фитостерин. Фитостерин, которые могут помочь защитить нашу печень и спасти ее от повреждающего воздействия ксенобиотиков, в частности алкоголя. Фитостерин. Вообще алкогольный гепатит, он может и самопроизвольно излечиться при наличии прекращения употребления алкоголя. Примерно два месяца наблюдается пациент, который примерно через два месяца, у него полностью оккупируется употребление алкогольного гепатита, если он полностью не употребляет алкоголь. Если он употребляет все-таки алкоголь, вы не найдете такого, который сам бросит. И вы хотите ему помочь, то назначьте ему, назначьте ему ритопринол, который по механизмам изменения липидного обмена, я не буду вас окружать сейчас тонкостями, да, спасет его печень от алкогольного поражения. Путем нормализации, стабилизации мембран, путем нормализации обмена, путем повышения содержания инсулина, снижения уровня глюкозы, нормализации триглицеридов и так далее, нет, но вы спасете, продлите жизнь этому человеку, особенно если его употребление алкоголя связано с какими-то объективными причинами, да, или он отказывается лечиться. Вообще я могу еще рассказать вам, почему люди, почему, вот вы все алкоголики, знаете, почему они не лечатся? Почему не хотят? Правильно, молодцы, именно так, существует такой симптом, так называемый, симптом анозогнозия, неузнавание болезней, в переводе, да, в переводе, неузнавание болезней, анозогнозия при алкоголизме, я считаю, что это вообще патагноманичный симптом для алкоголизма, то есть с помощью этого симптома можно сказать, да, этот человек болен, когда он говорит, нет, и убедит его в том, вернее, не то, что убедить его в том, а в том, чтобы он все-таки осознал, что у него проблемная алкоголизация, что он зависимый человек, это очень сложно, показать, что он зависим, там включается, как только человек начинает употреблять алкоголь больше, чем нужно, у него включаются психологические защитные механизмы, он начинает искать всевозможные оправдания своему пьянству, сначала попроще защиты идут, все пьют, я пью не больше, чем другие, да, все уже лежат в салатах, а я еще, вот, смотрите, так кто же из нас алкоголик, а это у него толерантность высокая, все уже объемели, а он не может объемить толерантность, у него вторая сталь алкоголизма, поэтому он еще бодренький ходит, он дозу свою еще не выбрал, потом у него включаются более сложные психологические механизмы, рационализация, я пью потому, что у меня жизнь не удалась, у меня жена плохая, дети негодяи, значит, с работы меня выгнали, я поэтому бью, понимаете, вот, вот, все виноваты вокруг, я не виновата, и когда уже все эти защитные механизмы не работают, включается универсальный, универсальная такая защита, да, жизнь пропащая, говорит он, я буду пить на зло, мне уже ничего не поможет, понимаете, ну, убедить человека в том, что он болен и что он может вылечиться, сложно, но возможно, и стремиться, конечно, к этому нужно, но когда человек начинает осознавать, что он зависим от алкоголя, это все равно, что окунуть его, извиняюсь за диаминологию, дерьмо, да, но без этого мы лечить его просто не сможем, да, не сможем, но если мы не беремся с вами его лечить, а хотим ему просто помочь, мы хотим ему помочь, то мы можем назначить ему битопринол для того, чтобы хотя бы спасти его печень, но я не сказала вам одну интересную еще вещь, когда мы назначаем фитостерины нашим алкоголикам, и мы назначаем их в качестве вспомогательной терапии, знаете, симптоматической, я бы сказала, терапии, он не воздействует на его психологию, он не изменит его тревожность, да, не изменит его тоску, депрессию, ради которых он употребляет алкоголь, не с ними, как бы, да, как бы, но, когда мы нормализуем функцию печени, когда мы восстанавливаем у него вид обмена, мы что делаем, мы, у нас появляется здоровое тело, а в здоровом теле здоровый дух, то есть прежде чем начинать психотерапевтические и психологические мероприятия с алкоголиком, так ведь надо же создать ему здоровое тело, чтобы это здоровое тело не требовало, дай мне это оно, дай мне вот мимо киоска любого, да, оно же требует тело, у них же компульсивное влечение к алкоголю, оно ни с чем не купирует, его ни с чем не переборишь, если он хочет выпить, он все продаст, отдаст, только выпить, более того, если он не выпьет, он умрет, если он вовремя не выпьет, я наблюдала такие смерти, состояние абстиненции, тяжелой алкогольной абстиненции, похмелье так называемое, да, в народе называется похмелье, это смертельно опасное состояние, когда человека трясет, когда он весь покрыт потом, у него боли в сердце, он задыхается и так далее, вот эти вот вещи смертельно опасны, ему нужно дать выпить, поэтому для того, чтобы начать лечить человека, мы должны создать ему здоровое тело, это здоровое тело, это здоровую печень, по крайней мере прогреть печень, да, мы можем с помощью витапринола, с помощью фитостерина, на очень убедительные научные исследования показывают, что фитостерин вступает в конкурентные отношения с некоторыми продуктами жирового обмена, некоторыми фракциями холестерина, и облегчают течение алкогольных гепатитов и алкогольного стеороза печени, да, и цирроза печени, таким образом вы продлеваете жизнь и облегчаете состояние у алкоголика, а если он будет хорошо себя чувствовать, у него будет меньше алкогольных мотиваций, у него будет меньшее желание алкоголизироваться. Следующая система, которую поражает алкоголь, это бронхолегочная система, казалось бы, почему, собственно, как попадает алкоголь, алкоголь очень хорошо выделяется с помощью, через легкие, через воздух, это же лесучее вещество, оно попадает в кровь, его концентрации фильтруются в легких и выходят при дыхании, с провора по короткам, да, знаете, вот это гаишно, дают дыхнуть срубочку. Так вот, когда алкоголь проходит через легкие, а концентрации там уже далеко не эндогенные, то есть далеко не здоровые концентрации, он повреждает мембраны легких, повреждает, нарушает адгезивные функции, ну, альвео, бронхолегочных таких образований, через которых, собственно, и фильтруется воздух. Далее, алкоголь повреждает иммунную защиту у легких, поэтому у алкоголиков часто возникает бронхолегочная патология, туберкулез, но мы об этом говорить не будем сейчас. Я могу сказать вам только, что повышение иммунитета, как мы уже с вами говорили, это обеспечивается фитостеринами, в частности, витапринолом, да, мы можем применять витапринол для профилактики бронхолегочной патологии у алкоголиков. Можем применять. А у них, как правило, хронические заболевания легких, как правило. Следующая система, которая поражается алкоголем, это сердечно-сосудистая система. Вот. Она очень сильно поражается. Вот, значит, существует такое мнение, что умеренное употребление алкоголя способствует профилактике инфарктов и инсультов. Эпидемиологические исследования показывают, что это действительно так. Безвредно для организма принимать в день 40-60 мл чистого этанола, безвредно для печени. Печень способна эти количества переработать. Японцы показали, что да, это действительно так. И наши исследования показывают. Но у человека, употребляющего неумеренно алкоголь, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, несравнимо выше, чем у человека, который употребляет алкоголь умеренно. Примерно 5-8 раз. Что такое смертность от сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, это в природе инфаркт, инсульт. Да, это вот самые такие вот острые смертности. Какие еще сосудистые заболевания при алкоголизме наиболее часто встречающие? Облитерирующие эндорстеринит. Кто-нибудь слышал такое заболевание? Когда мелкие артериолы на конечностях, чаще всего на ногах, начинают закрываться внутри, начинают зарастать внутри, именно отложениями холестерина. Облитерируют. То есть закупорка мелких артериол, облитерирующих эндорстеринит. Вот это заболевание. Пожалуйста. Это сильнейшие боли. Он не знает, куда девать эти ноги. Он как спасение ждет ампутации. Вот ему ампутируют постепенно сначала пальцы, потом ступня, потом до колена. А у него сосуды все зарастают и зарастают. А он все продолжает и продолжает выпивать. Мы уже с вами знаем, что фитостерины помогают очищать мелкие артериолы от холестерина. Почему? Потому что они конкурируют с ним и обладают преимуществом. Поэтому облитерирующий эндорстерин, особенно алкогольное поражение сосудов, мелких сосудов, это прямое показание для битапринола. Вы должны это помнить. Если у вас есть такие пациенты, вы их буквально спасете. Но дозы должны быть гораздо выше, чем мы рекомендуем на, ну, обычно применять с филактическими целями битапринола. То есть это порядка до 6 капсул в день. Кстати, отвлекусь на одну минуту, если мы, это не тема сегодняшнего лекции, но наверняка онкологические пациенты есть вот где-то, да, у вас в окружении. При онкологии тоже витапринол нужно назначать больших дозах, больших дозах, запредельных, буквально до 10 капсул, до 10 капсул в день, не меньше. Вот тогда будет и цитостатический эффект, то есть будет остановленный рост, и антиметастатический эффект, то есть метастазы не будут распространяться. И, возможно, вы спасете жизнь, и как минимум продлите жизнь онкологических пациентов. Ну, не будем отвлекаться рады. Зачем это подтверждено? Это подтверждено серьезными исследованиями на животных. У меня есть эти статьи, я могу вам показать. Разные клетки, разные опухолевые клетки подвергались воздействию питостеринов, и было доказано, что мощный... Здесь нужно просто пояснить, что животным специально прививают опухоль разную, из разной типа опухоли прививают и ставят такие опыты модельные, кормят питостеринами. И вот эти эффекты все получают в лаборатории. Это лабораторные на животных, например. Это лабораторные на животных, а нет? Это с печатки получите. Да, пожалуйста. Статьи, конечно. Вот у меня две статьи. Но они научные, поэтому... Они научные, очень сложно читать. Очень сложно разобраться. Нет, в СССР это будет надо, как это сделать, чтобы можно было разобраться. Ну, вот вся информация у нас еще есть на сайте. Это можно зайти, там подборка есть в статье, пожалуйста. Заходите, читайте. Пихтору. Это на животных. То есть животные высокораковые, существуют такие линии, да? Высокораковые животные. Но еще и на клетках. Вот берут опухоль молочной железы человека, да? И подвергают ее воздействию фитостерина. Это же точка рост. Прекращается рост этой клетки. То есть молочная железа, да? Ну, вообще, потом рак простаты, тоже доказано. Берут клетки рак простаты, подвергают воздействию фитостеринов. Рост прекращается, апоптос наступает. То есть клетка сморщивается и погибает. То есть доказаны эти вещи. На разных видах опухолевых клеток человек погибает, да. Она сморщивается, прекращается инженедеятельность, начинает ощущать, там же мембранный эффект, да? Начинает ощущать своих соседей, перестает делиться. Вот мы этого хотим добиться, что она перестала делиться. Она перестала. Ведь от чего при раке человек умирает? От того, что разрастает, сдавливает жизнь на важные органы и боли наступает, боли, смерть и так далее. И вот еще добавление. У нас же клинику проводила бармина по раку. И там, вот лекцию вы посмотрите, она действительно говорит о том, что дозы должны быть высокие. И плюс еще она эффект подмечала, что сосуды рушатся, которые раковая опухоль питает. То есть прекращается питание вот этой опухоли клеток. Вот это вот у нее инструментально было зафиксировано. Но они, значит, рушатся, эти сосуды, за счет обратной связи, да? То есть когда раковая клетка прекращает свое существование, ей не нужен сосуд, она к нему. И сосуд как бы отмирает, понимаете? То есть конкретно он не убивает капилляры. Он не убивает капилляр, да, ее не разрушает, а именно вот прекращает, он, первоначально у него эффект именно на злокачественную следку. У него потом активизация иммунной защиты, мы же с вами уже говорили про это, да? Там же мощная идет иммунная активация. То есть узнавание его начинает с чужеродных клеток. Узнавание, иммунитет не работает, он не узнает чужеродные клетки, раковые. Не узнает, мне кажется, что все нормально. Вернемся к алкоголизму. Итак, мы разобрали, вернее, мы остановились на сердечно-сосудистой системе. Гиперс... Забыли. Поменяем диск. Вы нерадостный, знаете, гармоничный человек. Вот это все, что-то у него, что-то у него, что-то... Вот, допустим, я сейчас алкоголь, уже 5 лет вообще даже гладко не могу. Так люди, кто в компании пьют, у меня голова в кругу пьет от этого алкоголя. Чем обучняется вот этот запах алкогольный? А у вас печень-то вообще в порядке печь? В порядке, ну просто может быть у него вот это противоядие к нему выработалось. Может быть, это психологическое такое, психологическое вот это... Отказа, прощение, да, такое? Да. Ну что, можно вас только поздравить. Хорошо. Мне считают, что я больна. Все здоровы, знают, кто-то, я больна. Продолжим обсуждение поражения сердечно-сосудистой системы при неумеренном потреблении алкоголя. Сердце. При потреблении алкоголя наблюдается расширение желудочков сердца. Спасибо. И формирование сердечной недостаточности. Коронарные артерии не поражаются. Редко поражаются. То есть, в большей степени поражается мышца сердечная, мышца. Вот продукт метаболизма этанола, ацетальдикид, он очень токсичен для сердечной мышцы. И вот внезапная смерть алкоголика в состоянии похмелья, она именно обусловлена тем, что останавливается сердце, внезапная остановка сердца в средстве поражения мышечной системы сердца и проводимости системы сердца. В отношении гипертонической болезни, я уже говорила, что гипертоническая болезнь у алкоголиков встречается, вернее даже не гипертоническая болезнь, ее не назовете гипертонической болезнью, а повышенное артериальное давление, особенно в состоянии поддержания тетанова, особенно в состоянии похмелья, за предельных цифр достигает повышение артериального давления, за счет того, что нарушается обмен нейромедиаторов. Докамина, высокие концентрации, это вот аналог адреналина, высочайшее артериальное давление, которое тоже может привести к спазму сосудов сердца, сосудов мозга, инсульту и инфаркту, но за счет спазмов, да, и за счет закупорки сосудов. Что еще? По поводу гипертонии. Ну, естественно, что наши пациенты, я имею в виду алкоголики, пока они еще не признали себя алкоголиками, они очень не скоро себя признают, они очень долго бывают социально адаптированными. Вот со всеми этими делами, с повышенным артериальным давлением, с болями в сердце, с состоянием похмелья, с бронхолегочной патологией, с гепатитами, они обращаются к соматическим, к соматические поликлиники и стационары, к терапевтам. А терапевты их лечат, не зная, что это алкоголик, что они лечат алкогольный гепатит, алкогольную бронхолегочную патологию, алкогольный бронхит и алкогольную гипертонию. То есть нагрузка, вот на, это ему дают больничный лист, он долго на больничном находится, продолжает пить, врач не знает, что он алкоголик, продолжает его лечить. А мы с вами, налогоплательщики, оплачиваем его больничный лист, да, вот, это вот социальные последствия алкоголизации. Ну, гипертония, вот именно с гипертонией, собственно, и связана высокая, с повышенным артериальным давлением и, собственно, и связана повышенная смертность алкоголиков. Вот они умирают чаще от остановки сердца, от инсульта, от инфаркта и, то есть вот именно от сосудистых последствий потребления алкоголя. От сосудистых. На втором месте алкогольные гепатиты. Ну, алкогольный гепатит, как правило, когда ставят диагноз алкогольного гепатита, и он уже осознает, что это связано с алкоголем, они начинают бросать пить, пытаться бросать пить, значит, с большей или меньшей эффективностью. Если он бросил пить, то у него есть шансы, но все равно он долго не проживет, это недолгожитель с алкогольным гепатитом, особенно с алкогольным циррозом. Ну, конечно, если вы не даете ему витопринол. Если вы даете витопринол, вы продлеваете его жизнь, помогаете ему справиться, помогаете. Очень я считаю, что эффективное средство просто спасения для алкоголиков – это фитостерина. Мы этого не знаем. Между прочим, в Финляндии очень сильно употребляют алкоголь, вы знаете, да? Они склонны к алкоголизму, у них особенности ферментных систем, они склонны, они едут в Санкт-Петербург, покупают там дешевый алкоголь, очень много пьют. А вы знаете, смертность от алкоголизма у них там не такая высокая. А почему? А потому что им фитостерин добавляют в молочные продукты, в другие продукты, они дороже соя, но они их употребляют, и у них компенсируется вот эта повышенная алкоголизация с помощью фитостерина в Финляндии. И смертность у них там все-таки меньше. И, собственно, и заболеваемость алкоголизма у них меньше. Почему я говорю про… пьют они, может быть, не намного меньше, чем у русские, да? А заболеваемость меньше. А не дает у них развиться вот этот алкоголизм, тяжелая энцефалопатия, не развивается за счет фитостерина. А там это программа, государственная программа фитостерины в пище для того, чтобы продлить… Продолжить нашу жизнь, облегчить состояние, вылечить. Это вот еще один, понимаете, это уже эпидемиологическое свидетельство, то есть на уровне целой страны о том, что нам нужно употреблять фитостерины для того, чтобы мы продлили свою жизнь и обеспечили свое здоровье тем, что растет здесь у нас, нашей сибирской пихтой. Наше сибирское здоровье, да? Сибирское здоровье, сибирская пихта, по сути дела, оно вот как-то вот связано. То есть вот эти вот легенды о сибирском здоровье, они все-таки связаны с тем, что наши предки употребляли в пищу большое количество производных из хвои, и начиная от жвачки, смолки вот этой, да, и кончая какими-то напитками, из битнями. И пили большими дозами, наверное, бутыли, как телевизор показывают, какие ставят, там такую бутыль. Нет, подождите, вы видели по телевизору эту бутыль-то, ее же снимали не в 1800 в каком-то году, правда? Нет, это телевизор, и снимается сейчас, поэтому верить-то особо нельзя. Ведь если говорить о потреблении алкоголя нашими предками, то я вам могу совершенно точно сказать, что в России не было традиции потребления крепких спиртных напитков. Что там употребляют? Это только брагу, медовуху и сбитни, бывают сбитни тоже алкогольные сбитни. Вот это употребляют, это слабо алкогольные напитки, не более 5 градусов. Другой важный аспект. В России до 1750 года, ну до 17 века, скажем так, да, пока Екатерина Сарай не внедрила алкоголизм, сейчас я скажу, в России до 17 века, а алкогол употреблялся-то, не так, как сейчас, по любому поводу, да, и характериста не было. Он употреблялся только по праздникам. Было нормативное, у нас был родовой строй, и нормативное потребление алкоголя по праздникам. Это какие праздники? Рождество, значит, Пасха, что там еще? Ну вы мне скажите, кто владеет этими церковными праздниками, да? Их было 5-6 в году. Праздник урожая там какой-то осенью, да, праздник Иванович, вот все. Вот эти праздники, а там было нормативно. Ну русский человек, он же, он был доблесть, да, такая вот, да, выпить до, как можно больше. Я вот, кто больше выпил, тот, значит, сильнее, да. Вот это вот, вот это традиция, выпить как можно больше. Вот традиция осталась, да, праздники церковные ушли, теперь пить можно всегда, а традиция-то напиться как можно больше осталась. Она-то архетипически заложена где-то там в психологии русского человека. Вот в чем опасность-то еще. Вообще, если говорить о родовых обществах, ну что родовые обществы, включая славянские древние поселения, да, включая сейчас коренные народы севера, включая дикие племена каких-то там вот иностранных племен, да, Африка, Латинская Америка и так далее. Ведь там люди существуют вот этим родом, да, у них, они чувствуют и думают, и делают-то все сообща. Там нет индивидуальности, там нельзя быть индивидуальностью, выскочить вот так вот, да, вот. Как общество более цивилизуется, тогда возникает индивидуальность. Опьянение в родовом обществе, оно по случаю вот каких-то таких праздников, когда все сели и все одинаково опьянели. Опьянение у всех одинаково. Похмелье у всех одинаково. Понимаете? Поэтому это не осуждалось. А вот когда появилась цивилизация, появилась индивидуализация, люди стали индивидуумами, у них проблемы стали у каждого свои, у одного тревожность, у другого депрессия, у третьего. Жена ушла у четвертого, с работы выгнали, да? У них индивидуальные причины стали для употребленников. Вот тогда индивидуальное это пьянство-то и появилось. Это обусловлено. Болеец цивилизацией, можно сказать, что алкоголизм болеет цивилизацией. Ладно, отвлеклись. В 17 веке Екатерина II пьянство нитрилов, собственно говоря, астрактивы появились в России. То есть места, где можно в любой момент купить напиток алкогольный. Ей принадлежит знаменитая фраза «Пьяным народом легче управлять». Понимаете? Так это же до сих пор. А сейчас вы смотрите, да? Вот, смотрите. У нас государство монополию долго не выпускало. А вот во времена Брежнева. Ведь такой потенциал у русского народа. Как его угасить было? И угасить можно было только алкоголем. Поэтому-то народ, собственно, мы же были за железным занавесом. Предпринимательство невозможно. Какое-то развитие невозможно. Таланты твои... То есть индивидуальность не поощрялась. Поощрялась только беспробудное пьянство. Вот, у нас спаивание это такое серьезное. Почему сейчас? Ну, сейчас, вы знаете, сейчас все-таки люди себя почувствовали индивидами. Все-таки индивидуальностями. И сейчас... Вот, индивидуальный характер пьянства. Алкоголизм, конечно, очень... Сейчас, конечно, это бич. Это бич нашей страны. И чем мы-то можем помочь? Это мы можем помочь алкоголикам, собственно, уже. Ну, будем помогать, конечно. Все винят в правительстве. А вот все винят в правительство, на соседа, работодателя, да? А давайте на себя посмотрим, на себя. Ведь винить-то каждый должен только себя. Вот как только человек станет осознанным, скажет, я человек, и я за себя отвечаю. Не вот ко мной руководит. Не работодатель, но говорит, а я собой руковожу. И вот тогда у нас не будет вообще ничего. Когда человек сможет себе задать вопрос. А зачем мне это надо? А хочу ли я выпить? Или это я по привычке иду? По привычке. И меня тащат. Я забыла сказать вам еще, рассказать. Бывает такая субмиссивная мотивация пьянства. Подчиненная мотивация. Когда говорят, пойдем выпьем. Скучно живется. Пойдем выпьем. Ну, меня ж друг позвал. Ну, как я другу-то откажу? Пойду и выпью. Понимаете? Вот. Субмиссивная мотивация. У русского человека есть такая? Есть. Почему-то, потому что русский человек, он ориентирован на общество в большей степени. Индивидуальность у нас. У нас настолько у русских такая яркая индивидуальность, что ее нужно подавлять. Да? И общество ее подавляет. И сами мы знаем, что нам лучше и в тени как-то держаться. Иначе взрыв будет какой-то. И пошел, и напился. Вопросы задавайте. Я что-то. А скажите, вот если остановка сердца, если вызвать... Вопрос такой. Если остановка сердца у алкоголика вызвать вовремя скорую помощь, можно его вернуть в жизнь? Если у алкоголика в состоянии похмельного синдрома произошла остановка сердца, старайтесь любыми путями влить ему алкоголь. Вы знаете, вот если он начал умирать уже, да? Вот приедет скорая помощь, и он в состоянии похмелья, вот этот трясущийся алкоголик не успел опохмелиться, да? Умирать начинает. Что ему делать? Внутривенно вводят 33% этамол. И это вернет его к жизни. Почему? Потому что от чего он умирать-то начал? От того, что у него запредельные высокие концентрации стальвегина, это продукт метаболизма этамола. А этамол, это его антагонизм, противоядие такое. Ну, как бы противоядие. Вот так вот. Все не так просто. Если умирает алкоголь, если трясущийся человек, вот так вот, вы видите, что вот самый симптом, да? Видны невооруженным глазом? Что трясутся руки, что он не может налить себе там чего-то, да? Это тяжелейшее похмелье, опасное для жизни. Спасите жизнь ему. Спасите. Дайте ему выйти чуть-чуть. Он сразу привез себя. Рождается человек, говорит, рождается, это такой вот генетический вот сейчас. Значит, вопрос мне про генетический алкоголик не повторяю. Это неправда. Это абсолютная неправда. Значит, ребенок, ребенок априори рождается здоровым. Или почти здоровым, да. Потому что, если он несовместим, как бы, болен, да, плод, он погибнет внутриутробно. Если он рождается, он здоров. Все, какие-то болезни потом дальше с ним пошли, они связаны с тем, что за ним неправильно ухаживают, неправильная медицинская помощь, неправильный образ жизни. Вот, значит, огромные исследования Всемирной Организации Здорового Хранения свидетельствуют о том, что все болезни на 50% зависят от образа жизни. 50%. 25% это экология. Нет, 25% это генетика, да, то есть мимоследственные какие-то вещи. И остальные 25% это экология, неправильная медицинская помощь и какие-то случайные причины. Вот, примерно вот так. Почему-то одни всю жизнь выпивают и не алкоголиками не становятся, а другие становятся очень быстро. Вот, объясню, объясню. Значит, существует предрасположенность к быстрому развитию алкоголизма, если у человека есть недостаточность ферментных систем. Врожденная недостаточность ферментных систем. У кого это врожденная недостаточность? У тех лиц, которые генетически, генетически, в течение многих поколений были на липидно-белковой диете. Это малочистые народы Севера. Они питались мясом и жиром. Испокон веков. Люди, которые питались мясом и жиром, у них нет ферментов углеводного обмена. А этанол это продукт углеводного обмена. А у него нет фермента, так называемого альдегид и гидрогеназа. Слышали, да? Фермента у него нет, он спивается. А у русских, допустим, тоже так и так наблюдается. Вот, у русских. Значит, русские очень устойчивы к действию алкоголя. Русскому человеку нужно беспробудно, ежедневно, ну, очень часто, большие дозы употреблять в течение 10 лет, чтобы он стал независимым человеком, не менее 10 лет, это тоже эпидемиологические исследования, так? Допустим, татарину или чупчи, или ивенку, да? Вот, у кого ферментативное, не монголу там, да? Ему нужно 3-5 лет. И он алкоголик уже почти неизлечимый. То есть у него этанол настолько встраивается, что, ну, биохимию, что ему нужно постоянно его, значит, плотно. Это 10 лет спорта пить. Беспробудно. А, беспробудно пить. Ну, что-то пиваются быстрее, русские люди. Вот, а он не спел, например, пить. Вот давайте разделять. Значит, пьянство бытовое, да, когда он может очень много и очень часто пить, да, но не быть зависимым. Я говорю сейчас про зависимость. Понимаете, вот зависимый человек и бытовой пьяница, это разные вещи. Что входит в зависимый? Вот сейчас я вам расскажу, что такое синдром зависимости, да, на основании которой мы говорим. Вторая стадия алкоголизма. Синдром зависимости. Это несколько симптомов. Самый важный симптом, это симптом похмельный синдром. Вот это самый важный. Если у человека есть похмельный синдром, это вторая стадия алкоголизма. Ну, как в смысле похмельный? Похмельный синдром, чего отличается от интоксикационного синдрома. Вот. Мы все с вами перебирали на каком-то этапе живет. Где-то когда-то, да, бывало, случалось, что мы выпивали лишнюю дозу алкоголя, да? И на другой день у нас болела голова, у нас тошнило, у нас было опухшее лицо. У нас, значит, какие-то еще у кого-то разные симптомы, да? Это интоксикационный синдром. Алкоголь нарушает обмен микроэлементов. Водно-золевой обмен. Вот это я вкушу. У нас была тревога, тоска, депрессия, потому что отек головного мозга у нас, так так. Это интоксикация алкогольная. Не путать с похмельным синдромом. Похмельный синдром, когда человек утром, если не опохмелится, он умрет. Похмельный синдром, это когда нужно опохмелиться обязательно. Любой алкоголик, как бы ему не хотелось выпить. Вот столько оставляет и прячет. Даже если ему за руль завтра. Он оставляет столько и прячет. Он знает, что ему завтра надо это будет. Инстинктивно это чувствует. Хотя еще и не признается, что он корейсен. Второй симптом. Симптом потери контроля. Симптом потери контроля. Вот, казалось бы, приходит человек, вернее, ну на работе, ему говорят, день рождения, сейчас будем пить. Он говорит, нет, я не буду. Видишь, что ставят на стол, бутылку коньяка, разливают вот по столько, да. Он говорит, нет, я не буду. Я не пью. Почему? Потому что если он примет эту маленькую дозу, как в том анекдоте, это уже другой человек. У него симптом потери контроля происходит, да. Все, его уже ничего не... Он не хотел пить, он не хотел показывать, что ему надо выпить, да. Он не хотел, но он уже другой, все, он уже не может. У него изменилось психоэмоциональное состояние, и он будет выпивать, любой алкоголик выпивает до состояния оглушения. Остановиться очень трудно, пока сознание не помрачится. Пока не будет помрачено сознание. Не остановится ни один алкоголик. Вот, поэтому симптом потери контроля. Другой, следующий, третий. Синдром, который определяет зависимость от алкоголя. Характеризм. Ну, то есть, который входит в зависимость. Амнезия и обвинение. Вот если человек говорит, что он постный какой-то пьянкий, чего-то не помнит, чего-то не знает, чего-то вот там ему говорят, ты вот там в обелокной двери балкон уронил, да, как пел Высоцкий, а он этого не помнит. Это называется амнезия и опьянение. О чем это говорит? Что он был в таком тяжелом наркозе, да, человек? Это говорит о том, что у него задействованы нейромедиаторные системы мозга. Все не так просто. У него и так задействованы нейромедиаторы, что он уже в состоянии наркоза может вот такие вот вещи вытворять и не помнит о них. Это тяжелый, это вторая стадия алкоголизма, амнезия и опьянение. Вот. Вот три, я Вам перечислила. Симптом потери контроля, амнезия и опьянение и похмельный синдром. Самое, конечно, вот, самое важное, это похмельный синдром, конечно. Самое тяжелое. Вот если три вот этих вот есть, это зависимый алкоголик, это вторая стадия. И он бы уже просто так его уговорами бросить пить, бесполезно. Сколько дней держится алкоголик? После двух дней до конца. После двух дней выпихать, ну. Смотря у кого? У алкоголика? Ну, обычного. Или у здорового человека? Да, ну, как вот в празднике отмечают два-три дня, это уже как закон. Два-три дня, да? Два-три дня. Значит, все зависит от его отсутствия данной активности печени. Если печень молодая, здоровая, сутки, вторые, все, уже он абсолютно здоров, купирован, да? Если печень повреждена, если там гепатит, если человек, ну, немолодой и так далее, неделю будет держаться, да? Ну, это я имею в виду, что он выпил умеренно и как-то, но это не алкоголь будет держаться, а будут держаться последствия вот эти вот, да? Вот эти разрушенные где-то мембраны, вот эти вот какие-то, какие-то сдвиги в обмене веществ, какие-то сдвиги в биоритмах. Но запомните, вот мы, не алкоголики, да? Мы можем большую дозу принять фитостерина, и мы быстрее выйдем из этого состояния. Значит, состояние похмелья хорошо снимает... Они помогают. А почему? За счет, опять же, я вам говорила, вот этих обменных процессов. И хорошо снимает... Сбитень. Сбитень очень хорошо снимает состояние похмелья. Вот вообще мы в качестве, можем в качестве похмелятора сбитень рекомендовать. Единственное, что... Сбитень, чем не очень... Не оптимален сбитень тем, что там не хватает микроэлементов. То есть нарушение водно-солевого обмена при алкоголизме, оно, в общем-то, лежит в основе вот этих симптомов, связанных с состоянием похмелья. Поэтому мы вот, Валерий Владимирович, собираемся новый препарат создать и с питостеринами, с пистой, да? И с определенным набором микроэлементов, самый важный из которых магний и калий, да? Для того, чтобы именно восстанавливать водно-солевой обмен в состоянии похмелья. Ведь если мы не можем избавить общество от причин употребления алкоголя, но мы хотя бы можем бороться с последствием употребления алкоголя, и можем бороться эффективно, и знаем, как бороться. Надеюсь, что будем бороться. Мы готовим вот этот новый препарат, и я думаю, что он скоро будет уже доступен для наших алкоголиков. Замечательно, да? По мнению Завьялова, знаете, да, такой есть у нас профессор Завьялова, психотерапевт? Он вообще считает, что спиваются самые талантливые, умные и нереализованные мужчины. Самые нереализованные мужчины спиваются. Можно потише, четко, что вопрос. Сколько стадий алкоголизма? Стадий алкоголизма три. Первая стадия – это бытовое пьянство, когда еще явлений физической зависимости нет. Но человек может огромные дозы выпивать, конечно. Толерантность растет, ему все больше и больше надо, но зависимости еще как таковой практически нет. Вторая стадия – это явление зависимости, то, что я вам перечислила, амнезия, пьянение, симптом потери контроля и похмельный синдром. Это вторая стадия. И третья стадия – энцефалопатическая. Когда толерантность уже начинает снижаться, он пьянеет от маленьких доз, буквально от рюмочки, он в состоянии постоянного такого оглушения пребывает, у него тяжелое поражение печени, а раз печень, значит, продолжается мозг, энцефалопатия, поражение мозга, алкогольное поражение мозга – это страшная вещь. Это человек слабоумный, это у человека алкогольный юмор, он раздражительный, грубый, неопрятный. Это, ну, такое, знаете, полуживотное состояние, которому все время нужно немного выпить. Это бомжи в основном. То есть третья стадия алкоголизма в пульту встречается редко. Они, как правило, не доживают до третьей стадии и умирают либо на второй стадии алкоголизма, либо от сердечно-сосудистой патологии, либо от цирроза печени. Вот, поэтому, вот, теперь дальше. Еще один миф существует о том, что алкоголизм не излечит. Это миф, это миф, который выгоден тем, кто производит алкоголь. Излечима любая, любой алкоголь. Ну, я не буду говорить про энцефалопатию. Третья стадия алкоголизма, ну, понимаете, человек, у которого клеток мозга уже не осталось, да, вот разума, сознание, там, душа наполовину отлетела, извините за ненаучную терминологию, вот. А вторая стадия алкоголизма вполне излечима. И немаловажная здесь, вот, именно применение в фитостеринах будет, для спасения печени. Имейте в виду, что... Какие-то другие способы лечения алкоголизма, ну, я не знаю, это входит в мою сегодняшнюю, так сказать, компетенцию, или не входит, я не знаю. Вопросы нужны. Ну, можно, я. Давайте на камеру и по-бранчу. Нет, вот это я не хочу, чтобы мы туда записывали. Потому что это немножко с другой стороны отлично. Ну, хорошо. Значит, я хочу еще сказать, что алкоголики, это еще идет одержание. Одержание. Когда в одного алкоголика может войти 2 человека, бывшего алкоголика, и 3, и тогда он просто изменяется даже в поведении. Знаете, это не наше сегодняшнее стермо, поэтому... Минуточку, минуточку. И пока вот этот человек не осознает, он будет алкоголиком. У меня сестра, алкоголичка, была. Была. Вы понимаете? Это было 15 лет назад, она была капитальной алкоголичкой. Мама ушла из-за нее в кровь, так сказать. Потом они уехали в какую-то туру. Все. Все. Она бросила пить. Она бросила. Понимаете? Она совершенно здоровый человек сейчас. И мы, когда смотрим на нее, просто удивляемся. Но она там попала в определенные условия. У меня есть наркоман. Сын, муж моей двумянницы, который тайнейший был наркоман. Просто это вообще. Уже его хотели из окна быть выбросить. Сейчас он живет в Петербурге. Они живут. Пятикомнатная квартира. Он все об этом забыл. Он лечился, правда. Но тут должна быть сила воли у человека. Сила воли. И пока человек этого не осознает. Тут даже не нужно. Вот вы правильно сейчас сказали. Осознает. Дело не в силе воли, а в осознанности. Осознанности. А сейчас у нас идет период осознания. Осознание. И вот я работала уже в роддоме. Вот знаете, рождались дети от алкогольчиков. От наркоманчиков. Дети. И вот лежит он в детской. Его трясет. Его трясет. Ребенка. Ребенка. У него синдром похмелья. Вот в чем дело. Страшно. Наркоманки они отказываются сразу. А потом что будет? А потом что будет? И вот лежит он. Вот ребенка вот трясет. С этим бороться-то можно. Снять похмельный синдром. Делептоидную активность у ребенка можно. Нормально. У него есть уже предрасположенность у детей. Это мы говорим только, что он рождается вот чистеньким. Нет, ну их же мало таких детей. Есть предрасположенность. В каком поколении, это один разговор. Один. Но тот же алкоголик, он приходит со своей миссией на землю показать нам, что вот такое будет, что такое есть. Как раз буквально вчера только эти проблемы только создали. алкоголизм, он даже, знаете, ну что-то было. Так он показывает людей. Исправляя себя. Это не так просто. Это комическое ребенок. Поменяю, закончились. И мы продолжим. У меня только вычеркли. 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 Не надо. Это сложно. Вот вы правильно сказали. Вы будете концентрироваться.